Дмитрий Снегирев, военный эксперт, присоединяется к нашему эфиру. Дмитрий Васильевич, приветствуем. Добрый вечер. Мы говорим сегодня о горячих точках, мы каждый день об этом говорим. И вот в свете этой войны, которая началась между частными военными компаниями, а точнее их собственниками, хочется понять, что все же происходит в Бахмуте и какие успехи или неудачи уже они там понесли на сегодняшний день? Давайте говорить о том, что изменилась даже информационная риторика. На сайте и информационных площадках, которые поддерживаются ЧВК «Вагнер», появилась инфографика частей вооруженных сил Украины, которые принимают непосредственное участие в боях в районе Бахмута и в ближайших населенных пунктах. Причем это подается под тем так называемым соусом, что посмотрите, это отборные части вооруженных сил Украины. Соответственно, именно с этим связаны военные неудачи ЧВК «Вагнер» и фактическое отсутствие реального результата. То есть, если раньше риторика была о том, что до Нового года мы обязательно возьмем Бахмут, более того, будет продвижение и на других точках, а это и, соответственно, Белогоровка в Луганской области, и Авдеевка, где сосредоточены подразделения ЧВК «Вагнер», то сейчас информационное поле поменялось абсолютно противоположно. Они ищут оправдание. А оправдание это связано с тактическими успехами вооруженных сил Украины. Вооруженным силам Украины удалось оттеснить боевиков ЧВК «Вагнер» фактически на околице Бахмута. Сейчас бои идут непосредственно в районе улицы Патрица-Лумумбы и завода «Синят». Кроме того, вооруженным силам Украины в результате контратак удалось улучшить свои тактические положения в районе Азаряновки и Курдюмовки, где продвижение оккупантов было, по оценкам специалистов, от 3 до 4 километров. То есть можем говорить о том, что все заявления Пригожина о ближайшей военной победе выявились блефом. Дмитрий Васильевич, скажите, пожалуйста, а кому это на руку в российском руководстве? В российских элитах? Кто может воспользоваться этими неудачами ЧВК «Вагнер» для того, чтобы усилить свои позиции? Или, во всяком случае, попытаться усилить свои позиции? Приблизиться к Путину? Стать милее ему? Вы знаете, речь не идет о том, чтобы приблизиться к Путину. Путин равноудаленно держит всех участников событий. Это диктатор. Надо понимать суть диктаторского режима. То есть приближенных особ нет. В любой момент и Пригожин, и Шойгу, и Герасима могут стать разменной монетой. Те события, которые происходят сейчас в районе Бахмута, в первую очередь на руку Герасимова. Именно он стал объектом критики Пригожина. Согласитесь, это не личная инициатива руководителя частной военной компании критиковать непосредственно второе лицо в вооруженных силах Российской Федерации. Причем критиковать с использованием нецензурной лексики. Поэтому я не исключаю, что в ближайшее время у ЧВК «Вагнер» станут вопросы не только с отсутствием артиллерийских снарядов, но и, соответственно, с материально-техническим обеспечением как таковым. То есть в ближайшее время ЧВК «Вагнер» может ожидать полоса так называемых черных неудач. И на этом фоне я не исключаю определенных тактических успехов конкурирующего ЧВК «ЧВК Патриот», который считает аффилированной непосредственно Шойгу. То есть идет момент противостояния на фоне роста, в первую очередь, информационного влияния Пригожина. Вы знаете, я не согласен с господином Бутусом, который говорит о том, что Пригожин в состоянии поставить своего министра обороны. Роль Пригожина несколько преувеличена. В русской истории есть такое понятие «половой». Когда называют Пригожина кухарем, поваром Путина, нет, он не повар, он официант, он половой. Вот это его социальный статус. Половой не влияет на кадровые перемещения непосредственно в Генштабе Вооруженных сил, либо, ну скажем так, на смещение неугодных политических деятелей. Он может критиковать. Это роль шута. Дмитрий Васильевич, а как вы считаете, это видео, которое недавно было в сети о том, что Вагнеровцы стоят, там очень много брани, нецензурные лексики и жалуются на обеспечение, говорят, что воевать им нечем и все плохо и обвиняют понятное дело генералов. Они говорили правду или они пытались спеть под дудку Пригожина и раскачать очередное кресло человека в погонах? Это два в одном. Это и раскачать очередное кресло и говорили правду. Давайте говорить о том, что объектом критики, как я уже говорил, был Герасимов. Но после того, как непосредственно Пригожину задали вопрос, о чем связаны подобные высказывания Чеваковановых, вы знаете, ответ Пригожина был довольно, ну скажем так, показателен. Я не критикую высшее военно-политическое руководство своей страны. То есть фактически Пригожину указали его место. То, что позволено Цезарю, не позволено половому. Это первое. Что касается критики, то сейчас действительно ощущается так называемый снарядный голод. Но он ощущается в первую очередь в виде с успешным характером действий вооруженных сил Украины. Речь идет о нанесении огневого поражения по складам с БК. Нарушении логистики оккупационной армии. Они уже не в состоянии обеспечить наступающие подразделения необходимым количеством боекомплекта. Речь идет о том, что успешное применение украинскими силами и Хаймерсов, и ПЗТАЖ-2000, и других средств поражения с дальностью до 80 км фактически прервал логистические цепи снабжения непосредственных передовых отрядов Вооруженных сил Российской Федерации и, соответственно, ЧВК Бахнер. Именно с этим связан так называемый снарядный голод. Дмитрий Васильевич, прокомментируйте, пожалуйста, параллельное существование сразу ряда частных военных компаний в России, что является абсолютно незаконным даже согласно законодательству Российской Федерации. И вот, в частности, Вагнер, конкурирующий патриот, почему-то это все аффилируется с конкретными представителями властей или тех, кто хочет быть во власти. Как же так? И зачем каждому из них своя собственная армия? Не попахивает ли здесь внутренним переворотом? Вы знаете, в принципе, нет, не попахивает. Дело в том, что, как вы справедливо заметили, деятельность ЧВК юридически запрещена на территории Российской Федерации. Соответственно, и патриот, и Вагнер в любой момент могут оказаться в центре внимания российских правоохранительных и специальных органов. Статья о наемничестве, ее никто не отменял. С другой стороны, создание параллельных ЧВК – это так называемая тактика противовесов. То есть, если возникает один центр тяжести, его необходимо уравновесить аналогичным центром тяжести, в том числе и в военном, и материальном, и информационном обеспечении. Это дает так называемую гарантию баланса. А что касается самих ЧВК, то давайте опять-таки вспомним события на Красной площади и призывы Ахлобыстина. Вы согласитесь, это не пьяная фантазия Ахлобыстина, когда он сказал «Гайда». Символ опричников. ЧВК нужны Путину как современные опричники. То есть, тот передовой карательный отряд, который будет исполнять роль царя в подавлении неугодных бояр. Фактически проводятся определенные параллели. Поэтому Пригожину и позволяют определенные вольности и высказывания в адрес как российского генералитета, так и представителей российского бизнеса. Кстати, абсолютно почему-то незамеченным прошло замечание Пригожина о том, что российский бизнес, имеется в виду крупный, не готов делиться, оказывается, с российской армией и поддерживать так называемую спецоперацию. Поэтому я не исключаю, что следующим объектом критики, либо повышенного внимания со стороны Пригожина и его ЧВК, станут именно представители крупного российского бизнеса. То есть, будет опять принцип революционной необходимости. Граб награбленное. По всей видимости, будет идти речь о перераспределении определенных финансовых потоков и, соответственно, ну, скажем так, рынков. Устранение неугодных кланов на более, скажем так, контролируемые, подотчетные непосредственно диктатору. Виталий Васильевич, вот вы говорите о частных военных компаниях и о том, что Путин как марионетками играет с этими людьми. А сколько вообще может быть или есть уже действующих ЧВК и как быстро можно одного Пригожина поменять на другого Пригожина? Более десятка. Давайте говорить о том, что Пригожин не есть отцом-основателем ЧВК Вагнер. Первое ЧВК – это опыт еще сирийской компании. После этого, скажем так, кстати, ЧВК было зареистрировано не на территории Российской Федерации, а, соответственно, за рубежом. После неудачного опыта сирийской компании были проведены аресты руководителей первого звена ЧВК, и на арене появился такой себе Уткин, представитель российских спецслужб. Почему Уткин ушел в тень и появился Пригожин? Опять-таки, ну согласитесь, весьма тяжело было бы пояснить так называемый характер денацификации, в то время как у Уткина наколота нацистская символика, погоны войск СС. И сам он является отпетым апологетом Третьего Рейха. Как-то это не вкладывалось вообще в идеологию так называемой спецоперации. Поэтому и появился более контролируемый и нейтральный в моменте, ну скажем, информационного сопровождения Пригожин. Но опять-таки, это халиф на час. Как показывает практика, диктатор любит менять марионетки. И то, что сейчас происходит в российском генералитете, это ярчайшее тому подтверждение. Если диктатор спокойно может поменять российский генералитет, то, соответственно, влияние какое-то Пригожина, это не тот фактор, с которым будет считаться Путин. Что касается самого количества ЧВК, их более десятка. Причем большинство из них уже засветились на территории Украины. То ли во времена так называемого АТО, антитеррористической операции, то ли уже непосредственно на момент широкомасштабного вторжения после февраля 2022 года. Дмитрий Васильевич, скажите, пожалуйста, а руководители вот тех самых ЧВК или те же чиновники российские и так далее, они вообще понимают, что они не более чем расходный материал и в любой момент их могут заменить на кого-то другого? Абсолютно. Давайте посмотрим, даже объект критики Пригожина, имеется в виду его конфликт с губернатором Ленинградской области. Согласитесь, это все-таки родина диктатора. И, соответственно, если Пригожину позволяет критиковать уже политическое руководство, то речь идет о том, что положение даже политической элиты губернаторов, оно весьма в подвешенном состоянии. То есть, я еще раз повторяю, Пригожин — это современный опричник. И, соответственно, губернаторы, как политическая составляющая Российской империи, рассматриваются как такие себе бояре, которые плетут заговор против царя. И, соответственно, ну, скажем так, могут стать следующей целью контролируемых ЧВК. Для чего создается параллельная ЧВК? Чтобы усилить данные процессы и контролировать непосредственных исполнителей. А конкуренции между этими частными военными компаниями возникнуть не может? Почему? Не может, абсолютно, априори. Абсолютно разные цели. У Пригожина эта утилизация здесь, наоборот, создание образцово-показательного ЧВК. Я, кстати, не исключаю, что к его формированию будет и привлечен белогвардейский офицер Гиркин. Его, скажем так, командировка с якобы оккупированных территорий Луганской области в Москву, она не случайна. Уже тогда стоял вопрос о возможности создания частной военной компании. И Гиркин неоднократно поднимал этот вопрос о якобы создании добровольческого подразделения. А нет борьбы, например, за ресурсы? Ведь одна из основных целей борьбы за власть в Российской Федерации, это быть поближе к кормушке и получать как можно больше денег из бюджета. В данном случае множество ЧВК, значит, меньше денег каждый из них будет получать. И тут важно будет доказать свою важность, свою боевую способность. Для этого можно и других уничтожать, например. Абсолютно. Ну, давайте с вами посмотрим на то, что порядка 25% российского бюджета, оно разворовывается. Соответственно, наличие финансово-политических элит, это те люди, которые сидят на финансовых потоках. Поэтому не случайна критика пригожена и политического, и финансового, ну, скажем так, эстеблишмента этой страны. То есть это методы рэкета. Их принуждать к финансированию частных военных компаний. Если не соглашаются, соответственно, вступает в действие революционная необходимость. И вот здесь, да, очень интересный момент, потому что недовольных тех, кому не заплатили, кому пообещали, их будет все больше и больше. Мы же видим о том, что вагнеровцам не платят, ну, исходя из того, что мы слышим от военнопленных, от пленных, которые попадают на интервью к нашим украинским журналистам. Как вы считаете, вот эти обиженные, в прямом и переносном смысле слова, они могут стать потенциальной угрозой для российской власти? И может ли быть вот это появление Стрелкова как нового лидера силой, которая их приберет всех к рукам, для того, чтобы это недовольство не переросло именно в революцию? Пока что низы не могут, верха не хотят, но ведь ситуация может и поменяться, потому что недовольных становится все больше. Абсолютно верно. Тем более давайте посмотрим, что количество так называемого спецконтингента, то есть особ, которые должны были находиться в местах лишения свободы, уже порядка 30 тысяч мобилизованных так называемых ЧВК в багнер. Почему так называемо? Согласитесь, это уже не частная военная компания, это околоуголовная организация. И соответственно стоит вопрос, 30 тысяч денежное обеспечение в любом случае оно существует. И если сейчас так называемые обиженные, про которых вы сказали, уже в открытую заявляют об отсутствии со стороны Пригожина выполнения своих обязательств, а речь идет о выплате денежного довольствия, то мы можем говорить о том, что Пригожин присваивает не только так называемые гробовые, чем, кстати, связана высокая смертность среди членов ЧВК в багнер, но и, соответственно, непосредственно денежное довольствие, которое идет даже на данный момент живым членам этого ЧВК. А количество 30 тысяч, даже если мы на данный момент утилизировали порядка 6-8 тысяч, остается порядка 20 тысяч. Представьте организованную силу, которая может в любой момент поменять вектор приложения своих усилий. Не случайно сейчас в Российской Федерации фиксируется резкий всплеск уголовных преступлений с использованием огнестрельного оружия. За данными российского МВД рост на 35 процентов, это за три последних месяца. То есть их ожидает холодное лето 1953 года. Уголовный террор. Двадцать тысяч. Ну, скорее всего, ожидает либо бумеранг, либо очередная бабовна. Мы ведь понимаем, кто к нам пришел, тот с тем же и вернется, если вернется вообще. Спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо. Спасибо, что были с нами. Дмитрий Снегирев, военный эксперт, был с нами на прямом эфире. Дмитрий Снегирев, военный эксперт.